Всем здравствуйте! До эпидемии у Ларисы Лужиной были большие творческие планы на весну. Во-первых, она играет в антрепризном спектакле «Аккомпаниатор». Гастроли пришлось отменить. Во-вторых, были запланированы фестивали и творческие встречи. И они тоже слетели. Мы должны были ехать со спектаклем в Эстонию, в Чехию, рассказала нам Лариса Анатольевна. В итоге, вроде перенесли гастроли на ноябрь-декабрь. Хотя точно никто не знает, что будет дальше. Еще были и другие очень хорошие, выгодные предложения, которые, увы, сорвались. Жалко, конечно, потому что возраст такой, что не хочется упускать возможности. Эпидемия ощутимо сказалась на заработках всех артистов. В кино или в театре, конечно, не такие потери, как в шоу-бизнесе, где они исчисляются миллионами. У нас таких расценок, как в шоу-бизнесе, нет. Но десятки тысяч, а может быть и сотни тысяч рублей, мы потеряли. Наше поколение киноактеров не жалуется. Больше всех плачется шоу-бизнес. Певцы, их продюсеры, стриптизеры. Они все время рассказывают, какие они несчастные, что даже приходится продавать свои шмотки. Неужели у них нет накоплений? Я в это не поверю. А мы молчим, никто ни слова не говорит. Кстати, большинство актеров старшего поколения спасают собянинские 30 тысяч, которые стали давать за звание народный и заслуженный артист. Мы очень благодарны Сергею Семеновичу. Это серьезное подспорье сейчас. Еще есть дети, которые должны помогать своим пожилым родителям. Мой сын Павлик работает звукорежиссером на киностудии «Мосфильм» по договору. Два месяца производства простаивало, значит, он зарплату не получал. Наша семья больше двух месяцев сидела в изоляции без работы и заработков. Все деньги уже проели. А семья большая, семь человек. Старший внук остался в Москве. Он заканчивает МГУ, у него были экзамены. Младшие занимались дистанционно. Слава богу, у сына работа началась на днях. Выходит на смену в масках и перчатках и работает до глубокой ночи. Тяжело, но потеря заработков – это мелочи. В нашей семье из-за коронавируса действительно случилась большая беда. 4 мая ушел из жизни мой бывший муж, отец моего единственного сына – Валерий Шувалов. Он был очень хороший кинооператор. Снял фильмы «Экипаж», «Интердевочка», сказ про то, как царь Петр Арапа женил и много других. Еще в марте Валеру отвезли в больницу с воспалением легких. Вначале у него был отрицательный анализ на COVID-19, а потом подтвердился коронавирус. Я думаю, может быть, он в больнице и заразился. С ним в реанимационной палате лежало 27 человек. Это было в самом начале эпидемии. Сперва он находился в обычной городской больнице, потом его перевели в военный госпиталь под Красногорском. Там хорошие врачи, многих моих знакомых они спасли, я надеялась, что и Валеру. Но не спасли, у него были очень слабые легкие, почти каждую зиму он болел пневмонией. Да и возраст 80 лет. Хоронили Валеру в закрытом гробу, потом была кремация. Никто не смог приехать на прощание, кроме моего сына и его жены. Так что и нашу семью не обошел коронавирус. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки, комментируйте. Всем пока-пока.